Здравствуйте дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал обязания Зая.ру. Сегодня у нас уже 15-е 5-е число, 15-е июня и 7-й отчет в совместном проекте остатки пряжи в тело. Если у вас есть желание добавиться в данный совместный проект, пишите либо под видео, либо переходите сразу в чат и оставляйте ссылку на ваш канал. Так как многие хотят добавиться в данный совместный проект, но не знают как. Я сразу вам скажу, что под описание у меня обязательно есть ссылка как на участниц данного совместного проекта, так же и на чат-болталка у нас в Вайбере. Чат активный. Нажимайте на слово еще, если вы на платформе Дзен просматриваете, или на ютубе там, по-моему, нажимаете на три точки. И там тоже высвечивается список как участниц, так и номинаций и чата нашего общего. Девочки вяжут очень много всего интересного, вдохновиться можно, связать, и не захочется просто заканчивать, не захочется того, чтобы заканчивались остатки пряжи. У меня что-то остатка вообще практически нет, я не знаю уже, что придумать интересного для вас. И показать, наверное, надо будет уже закупать остатки пряжи. Да так, лирическое вступление. Четыре номинации у нас. Первая номинация. Это мы вяжем из остатков. То есть остатки у нас могут быть разные, как один моточек, два или три моточка. То есть у каждого свои остатки. Вторая номинация. Это мы вяжем из распущенной пряжи. То есть это те процессы или готовые работы, которые у вас были в употреблении. Вы распускаете пряжу и применяете, даете им вторую жизнь. Третья номинация. Это реставрация работ, штопка, там довязываете вы что-то, то есть реставрируете работы, доделываете, переделываете. Четвертая номинация. Я писала, что это переделка. То есть мы, например, связали какой-то жилет и мы хотим из него сделать джемпер. Вот это четвертая номинация. Или, например, вы связали детали для зайчика, а в итоге вы сделали поросенка. Ну, то есть вот вы понимаете, о чем я имею в виду. И еще в четвертую номинацию я отнесла участницы или те процессы, которые мы решили завершить. Например, очень многие блогеры, наверное, дизайнщицы, они принимают участие в каких-то краткосрочных совместных проектах. Начинают свои, стартуют, провязывают определенный метраж, вес. И все-таки не успевают завершить свои работы. То есть, пожалуйста, приходите к нам в данный совместный проект. И в четвертой номинации вы будете завершать свои работы. Данный совместник у нас бессрочный. Отчет раз в месяц. То есть я думаю, что это не напрягает и не утомляет. И можно что-то хорошее связать, завершить и начать даже что-то новое. Так, это так. Лирическое, может быть, отступление. Немного рассказала о данном совместнике. Если есть желание, добро пожаловать. Я вас обязательно приму в данный совместник. И еще такой момент. Если вы не можете выпустить видео, вы, пожалуйста, меня предупреждайте. Потому что в этом месте я трех участниц удалила. Нет ни ответа, ни привета, во-первых. Никто не пишет, будут они в следующем месяце участвовать или не будут. То есть они вступили в совместный проект. Я добавила в список, а ни одного отчета не было. Даже и такие были. Девочки, простите меня, если я вас огорчаю. Но если вы вступили в совместник, пожалуйста, хотя бы отпишитесь, по каким причинам у вас не получается снять видео. Может быть, у вас остатков нет. Может, у вас здоровье подкосило. Либо какие-то другие проблемы, которые не дают вам связать что-то, показать. Я вас подожду. Только со списка уберу. А потом, когда у вас будет желание продолжить вязать, я вас опять добавлю в список. Вот так могу сказать. Теперь, мои хорошие, я приключаюсь на стол и покажу вам свои наработки. Может быть, даже готовые работы. Дорогие друзья, вот и второе у меня подключение. Вот из такой пряжи я в основном вязала. Это пряжа пихорка. Четкость пропала. Пихорка детская новинка. Здесь как полноценные матки по одному матку, так и остатки. Вот это вот фасилек цвет, желтенький цвет. Это был у меня белый цвет. Вот видите. Вот ализадивы стрейч я использовала. То есть, вот такие моточки у меня ушли в дело. Из этих вот всех моточков, что же я использовала, у меня получилась куколка. Я вам показывала. То есть, я ее начинала, завершила я волосы и сделала вышивку. То есть, губы вышивала, глазки, бровки. Здесь у меня только не хватает шнурков. Вот на туфельках у меня не хватает шнурков. А так куколка готова. И очень долго я работала над волосами. У меня первый ряд волос. Вот смотрите, до попы доходит 60 воздушных петель. А последний ряд, вот здесь вот на макушке, у меня 70 воздушных петель. И по верхней части, по макушке у меня получается 6 прядок. А дальше все больше и больше. Я не знаю, мне кажется, эти волосы были нескончаемы. Вчера, наверное, уже было час 20. Я только завершила. То есть, связала волосы, пришила к голове и голову пришила к туловищу. И потом вот с красными глазами утром встала. Вот такая малышечка у меня получилась. Теперь, наверное, нужно продолжить связать ей одежду для данной малышки. И покажу в следующем, наверное, месяце. Или как-нибудь в других совместниках. То есть, вот одна готовая работа у меня связалась. Здесь у меня косичка по верху. Колосок я плела. Думаю, получится у меня колосок спасти на эти кудри или нет. То есть, вот одна готовая работа. Следующая готовая работа, то, что я вам не показывала, это я доделала поросеночка. Вот такого девочка, мальчика. Не знаю, мне не хватало пряжи. И я использовала желтую пряжу. Видите? То есть, у меня здесь еще иголка. Не убрала иголку. Мне нужно хвостик пришить. Пока обеденный перерыв на работе, я снимаю для вас видео. Вот такие ушастик получился у меня. Ну, милый, не знаю, красивый. У меня глазки на безопасном креплении 10 мм. У куколки 6 мм. У поросенка 10 мм. И здесь у меня все равно на ножках не хватило пряжи. Видите? Здесь ярко-розовый цвет, опять рядов. А дальше я вязала тоже из остатков пряжа. Детская новинка. Светлая бекония. Цвет 180. То есть, из вот этого мотка. У меня здесь провязано рядов 7 или 10. Ну, около того. То есть, как на одной ножке, так и на второй. Я думаю, что это будет девочка. Я ей свяжу платьице. И это закроется. Видите? У меня здесь еще иголка. Это я уже утром пришивала детальки, потому что вчера не успевала. Здесь, конечно, нужно еще сделать утяжки по рукам на копытах. На нижних копытах. И наверх сделать утяжки. Ну, это получилась девочка, наверное, в купальнике. Это все пришивное. У меня, можете посмотреть, вот такие швы. Ручки, ножки. То есть, я все это пришивала, потому что не знала, в каком ряду мне нужно будет связать руки. Ноги, конечно, тоже пришивные. Потому что здесь два последних ряда вяжутся обратно поворотными рядами. То есть, с одной стороны у меня получается 20, по-моему, 25 рядов, а здесь 23 ряда. Вот я брала это все с описания журнала Сабрина. Так, это вторая. Вторая игрушка. То, что я вам показывала уже, но тоже из остатков пряжи. То есть, у меня было два моточка. Один полный моточек, второй половинка. Я связала тоже такого же поросенка. Но, вот видите, этот поросенок больше. Так как пряжа детская новинка, у меня по толщине отличалась. Здесь она была потоньше, вот этот 180 цвет. А вот этот ярко-розовый, но он не ярко-розовый, но поярче, он у меня был без этикетки. То есть, я не знаю, какой это номер цвета. И вот, видите, я добивала желтым цветом, потом здесь 180 цветом, чтобы светать поросенка. И они разные получились. Вязала по одному описанию, одним и тем же крючком, номером крючка номер 2. И они у меня почему-то получились разные. Здесь, конечно, у меня этот поросенок готов. Здесь у меня сделаны утяжки, точно так же вышита мордочка. Здесь я мордочку вышивала нитками обычными, катушечными в 6 сложений или в 5. А на втором поросенке я уже делала вышивку пряжи, тоже пехорка детская новинка, номер 781, ягодный цвет. Ну, там совсем, не знаю, 10, пускай 20 сантиметров ниток необходимо было, чтобы вышить носик и ротик. То есть, вот три работы у меня. Не знаю, как их считать, завершенные, незавершенные, но есть, по крайней мере. Еще одного котейку я связала тоже из остатков пряжи, серый цвет, по-моему, у меня совсем закончился, вообще его нет. Там было 20 или 30 грамм. Это пехорка детская новинка и ушки, лапки, хвостик, копыта вот эти все я связала из остатков пряжи, как-то вам показывала. Вот такой у меня пакетик с остатками, я их вывязываю, вот как-то так применяю их. Это белый цвет, вот фрез, желтый цвет, это обрезки у меня. То есть, я пришила копыта, у меня немного осталось. Я вот сюда в пакетик вложу, а потом ввязываю куда-нибудь. Ну, в носки не пускаю, конечно, но такие вот мелкие детали в игрушке как раз можно применить, потому что узелки не видно. Здесь у меня глазки, по-моему, или 6, или 10, скорее всего, 10 миллиметров в диаметр. Сделала вышивку, но мне кажется, этот бантик здесь совсем не подходит, бабочка. Нужно платье связать для девочки, потому что я здесь вышила реснички, и мне кажется, это больше на девочку похоже, нежели на мальчика. Эту работу я вам показывала в вязальной игре, вязальная считалка. Вот это я связала вязальной считалке, ну, то есть, это все работы, связанные за месяц, то есть, из остатков пряжи, игольница. Потом жилетку я связала, кофточку или как кардиган для вот этого поросенка, для первого штанишки я начала вязать, они были широкие, я их распустила. Тоже из пряжи пехорка детская номинка, номер цвета, сейчас я вам скажу, 583. Вот, видите, я начала, примерила, они были широкие, наверное, 3 петли, все-таки надо будет убрать и начать заново вязать. Руки, честно говоря, вам скажу, руки у меня не доходят до всех этих процессов, всех этих начинаний. Все, наверное, больше, наверное, ничего не вязала. Наверное, все, вот такая вот у меня получилась. Куча готовых работ, пожалуйста, присоединяйтесь, если есть желание. Может быть, маленькие или большие работы, но что я успела, то я вам показала. Спасибо большое за внимание, за просмотры, за лайки. Пока-пока, увидимся в других роликах.